Иисус Христа и Лейси Намас Во имя Отца и Сына и Святого Духа Друзья, всех приветствую, надеюсь, меня видно и слышно Отмены моей возлюбленной, дайте знать Я сейчас на Wi-Fi, надеюсь, что на этот раз все получится, все хорошо, ну, слава Богу Слава тебе, Боже наш, слава тебе Намочил голову, потому что очень жарко и очень хорошее средство, когда нет кондеев, мочить голову водой Вода, испаряясь, естественным образом охлаждает поверхность и мозг начинает потихонечку включаться и работать Вот, очень, друзья, очень жарко у нас было Я такой жары не помню Особенно в это время года, чтобы в июле вот такая вот жара И, конечно, немножко тяжело было Вот, но слава Богу, он Господь укрепляет Еще раз прошу у всех прощения за прошлый прямой эфир, который сорвался Люди ждали, вот, видимо, планировали как-то, но не получилось Какая-то у нас пока не устраненная техническая неполадка с мобильным интернетом То есть интернет есть, он быстрый, мы его проверяли Вот, но почему-то прямой эфир только с Wi-Fi получается Ну, слава Богу за все, хорошо хоть так получается Вот Ладно, начну просматривать вопросы Уже огромное количество накопилось И потихонечку будем общаться Так Хороший вопрос Не могу прочесть имя, к сожалению Извините, если я неправильно задаю вопрос Интересно, что такое рассуждение И как его применять в повседневной жизни Спасибо за все Вы в наших молитвах Очень благодарю за молитву, очень ценю Поверьте, мне это так помогает Никогда за меня столько людей не молилось Не было такого в моей жизни И сейчас я просто это на себе ощущаю Вот, всем существом Как меня молитвы стольких людей, любящих меня, недостойного Просто носят на руках Очень большая помощь, поверьте Вот, очень благодарен И прошу продолжать молиться Потому что искушений много Как всегда в монашеской жизни И нуждаюсь всегда в помощи Всех приветствую Всех благодарю за теплые слова Потому что вижу в сообщениях Огромное количество Таких вот приветствий, пожеланий Всех разом, всех одновременно Благодарю, обнимаю, люблю Вот, отвечаю на вопрос Вопрос очень хороший Я очень часто говорил про рассуждения Заканчивая публикации словами Друзья, будьте внимательны Имейте рассуждения И ни разу не дал объяснение этого термина Очень благодарю, что вы мне задали этот вопрос Потому что как-то я забываю Что иногда люди не все знакомы глубоко со святоотеческой литературой И не знают некоторых терминов Которые в повседневной жизни имеют несколько другое значение В отличие от писания святых отцов Когда святые отцы говорят о рассуждении духовном Это не то рассуждение, которое мы применяем в повседневной жизни Когда мы просто включаем мозг И вот этот вот его способность Логические, аналитические мысли Сопоставляя, сравнивая Это другое Духовное рассуждение Это дар Божий, великий дар Божий Дается по благодати и с опытом жизни по заповедям Как вам объяснить? Это Когда ты проживаешь жизнь во Христе Когда ты стараешься, понуждаешь себя жить по Евангелию и внимательно То постепенно у тебя начинает накапливаться знание в душе Откуда приходят какие помыслы Как действуют страсти С чего начинается С чем заканчивается Какие последствия могут вызвать какие-то действия И вот с опытом приходит это рассуждение почти что интуитивное То есть мирской человек, не проживающий духовную жизнь Даже если он там семь пядей во лбу Если он очень умный, очень рассудительный в мирском плане Вот в мирской жизни В духовной жизни у него не будет рассуждения То есть это не будет работать Тот навык рассуждения Вот именно в материальном мире Ничего не даст в мире духовном Поэтому отвечая конкретно на ваш вопрос Что такое рассуждение Рассуждение это духовный опыт Приобретаемый в жизни во Христе И его можно достичь только именно жизнью по заповедям Только жизнью по заповедям и молитвам И просвещением благодати Когда мы боремся со страстями Пытаемся жить по заповедям Нас начинает просвещать благодать Она нам открывает такие вещи Такие таинства О которых мы даже не могли помыслить И мы знаем, что мы не дошли до них своим умом Просто вот сопоставляя что-то и сравнивая Это приходит как откровение всегда Просто рождается в сердце знание Не в голове Оно приходит из сердца Вот И это и есть откровение Вот тот самый апокалипсис Вот что такое рассуждение И поэтому старайтесь его достигать Я когда говорил Имейте рассуждение Я вот, к сожалению, не давал этого объяснения Стяживайте рассуждение путем жизни по заповедям Потихонечку, потихонечку оно будет приходить Через ошибки, через падения, преткновения какие-то Набьете много шишек Но постепенно вы будете становиться опытным духовно Это и есть рассуждение Рассуждение – это духовный опыт Вот И это самое главное добродетель вообще Без которой нету никаких других добродетелей Если помните Такой эпизод, событие, описываемое в Отечнике По-моему, Древний Патерик Когда к Антонию Великому собрались отцы Когда он уже там светил на небосклоне Вот этих суперзвезд, христианских монахов Святой жизни К нему собрались отцы и начали рассуждать между собой Какая добродетель самая высокая И отцы разные говорили Кто-то говорил воздержание, кто-то говорил молитву, кто-то говорил любовь Вот И один из отцов сказал Антоний Великий сказал Самая великая добродетель – это рассуждение Потому что на ней сдвиждутся все остальные Без рассуждения нету добродетелей Без рассуждения любовь может превратиться в человеку угодья Воздержание, фанатизм и ожесточение Которое приведет просто к гордыне Ну и так далее Вот, поэтому достигайте рассуждения путем жизни по заповедям Таисия Нужно ли мирянину каждый вечер анализировать свой прожитый день И вести, так сказать, дневник по грехам и страстям Или лучше в течение дня все записывать Знаете, я думаю, что это очень индивидуально Это зависит от устроения Я Много лет в своей жизни монашеской Я записывал грехи Шел в записи Прям вот на исповедь Каждый день выписывал себе Внимательно анализируя Все события дня Все мои поступки, мысли, движения и так далее То есть пытался жить предельно внимательно Вот, но потихонечку я отошел от этого И, ну, по своим причинам Не буду сейчас их открывать Мои личные такие предпочтения Вот И, ну, а сейчас вот общаясь с людьми с разными Разных устроений Я вижу, что Вот сколько людей Вот по этому вопросу Столько мнений будет Вы должны сами смотреть Что вам удобнее Кому-то Это помогает И необходимо Вот у человека такой умовой склад Души Вот он через мозг Все анализируя Скрупулезно И ему это нужно Ему это необходимо Это реальную помощь Дает И ему это полезно Такому человеку можно посоветовать Хорошо Если тебе это помогает Пожалуйста Замечательно Другой человек живет сердцем Более такого, как мы называем Сердечного склада Интуи То есть вот более на интуиции Живет Ему вот этого Скрупулезное Расследование Каждого движения Ума Оно будет Мешать Оно будет Задавливать его Интуицию сердечную Вся жизнь будет Переходить в голову И человек Начинает путаться Начинает То есть Он бы, может быть Решение правильное Принял Чисто на вот Интуитивном Таком каком-то Внутреннем движении Просто почувствовал Сердцем Что так правильно Или что так неправильно Вот А под микроскопом Рассматривая Каждое движение Человек просто Раскладывает Общую картину На пазлы И в них Начинает путаться Но повторяю Это очень индивидуально Посмотрите Если вам это помогает Если вас Вам эту голову Не перегружает Не убивает Вашу жизнь Духовную Ваши чувства Сердечные Не делает из вас В духовной жизни Шахматиста Просто вот Какого-то Который сидит За доской И там каждый шаг Просчитывает Это тоже Ну неправильно Духовная жизнь Она все-таки Должна быть живая Она не должна быть Чисто аналитической Просто Вот Вы сравниваете Какие-то идеи Там мысли Вот Это все-таки Жизнь сердца Но На каком-то этапе И для кого-то Это очень полезно Необходимо И возможно Этим надо пользоваться Вот Более ясно Сейчас не могу На этот вопрос Ответить Добрый день Как вы относитесь К книгам Митрополита Антония Сурожского Был ли он Экуминист Я не знаю И я не читал Его книги Поэтому Слышал противоречивые Мнения По этому поводу Но ничего сказать Не могу Я не думаю Что Он был Экуминистом И там Или был В какой-то прелести То есть Что-то такое Критичное Насколько он был Духовный Некоторые Прямо его Очень-очень Так вот Прямо Превозносят Очень Его посчитают Может быть Был духовный Человек Возможно Не могу Сказать Не могу Сказать Нечитал Поэтому Где-то В других Источниках Узнайте Перед тем Как читать Максим Руденко Помолитесь Пожалуйста За меня Не могу Победить Свою лень Да Эта страсть Очень тяжелая Она борет Всех Поверьте И монахов И она Будет Бороть До конца Жизни И с ней Надо бороться Потому что Если ей подастся Если пойти На поводу То может Душа Прийти В такое Разленение В такое Расслабление Что потом Криткостей Не соберешь Я Сил Что вы Я все равно ничего не сделаю Я ленивый, слабый и столько дел Что их вообще никто не может переделать Ну и бог с ним Сделаю просто какую-то малость Просто какую-то ерунду Буквально там, не знаю, кружку помою У тебя гора посуды И тебе ее надо вымыть И ты понимаешь, что это просто Вообще никак невозможно И ты, ладно, согласись с умом на этот момент Ладно, не смогу Помою просто одну кружечку Я вас уверяю Как только вы начнете делание Как только начнете действие То за второй кружкой вы вымоете и вторую кружку И вам это будет несложно Вот И так вы перемоете всю посуду Не утруждаясь, вам не будет тяжело То есть здесь требуется Такое некое лукавство Надо обманывать ум, свой ум, самого себя Я не буду мыть посуду Я вымою только одну ложечку Даже не целую, может, просто воду включу Просто начните что-то делать Надо себя сдвигать Вот как бы вам тяжело не было Надо себя сдвинуть и просто какую-то мелочь сделать У многих людей это очень серьезная проблема Я даже узнал недавно, что оказывается Это может быть даже психической болезнью То есть есть такой термин Напомните мне, пожалуйста У меня не очень хорошая память на всякие там лекарства Болезни, название болезни и так далее Есть какое-то заболевание Когда Когда человек не может себя заставить что-то делать И постоянно от дел уходит Прокрастинация точно Матушка, благодарю Вот админ мне Сказал Мне вот этот совет Амбросия Оптинского очень помог И я им продолжаю пользоваться Всю жизнь он работает Реально работает Как бы не теряет свою актуальность Поэтому всем советую Это проблема вроде бы такая ерунда какая-то Но на самом деле в современном мире Может быть из-за того, что огромное количество информации Человек очень Очень рассеивается Очень динамичная жизнь такая Не так, как в старые времена когда-то были И может быть это влияет Но я вижу по обращению ко мне Что это проблема у очень огромного количества людей И очень серьезная То есть люди прям загоняются на этом Вот А не надо загоняться Надо быть здесь немножко таким хитрым Своим умом Потому что ум вообще Он нас очень сильно часто обманывает Вот И он нам дан как инструмент Для того, чтобы мы организовали свою жизнь в материальном мире Но после грехопадения Вот есть такая немощь у него Он часто нас С нами Играет злые шутки такие Начинает нам представлять что-то Любой Сейчас не только я про лень говорю Вообще вот в духовной брани Такие живописные картины Может расписать нам А мы ведемся Мы этому верим Поддаемся этому И просто как пленники Вот за этими фантазиями Какими-то нашего ума Прельщаемся И страдаем И тут Тут вот требуется как раз Вот это вот Лукавство О котором апостол Павел говорил Вот И так будете рассуждения приобретать Которые вы уже сказали Друзья Немножко терпения Молитесь Когда я читаю вопросы Потому что я хочу выбрать Наиболее актуальное Для общей пользы Зачитаю Зачитаю комментарии Нельзя назвать вопросом Просто меня очень умилило И Хочу с вами поделиться Помоги вам Господи С Богом рада Буду вас видеть А вопросов Нет Простите Просто очень люблю вас слушать И хоть немного думать О своей грешной жизни Спасибо Господи Очень Порадовали Прямо Елена сердцем На самом деле Когда У Духовного чада Исчезают вопросы Вопросы для духовника Это самая Самая большая награда Вот То есть Если вопросы не исчезают Если они еще даже умножаются То значит Тут надо уже рассматривать Как бы Профессиональные Профессиональные качества Духовника И Уже Ставить вопрос Проф Непригодности Когда вопросы Исчезают Это значит Все хорошо В духовной жизни Чем меньше вопросов Тем лучше Когда вопросы Совсем исчезают Голова становится Пустой От вопросов Каких-то Смущений Колебаний Непоняток Каких-то То Значит Вот Значит Значит Появилась Молитва Потому что Мысли в голове Мешают молиться Чистая молитва Она без помыслов Помыслы Молитву Перебивают Наталья Очень-очень Очень глубокий Актуальный вопрос Хотя мы его Рассматривали Достаточно Скрупулезно Но Еще раз Можно зачитать И Напомнить Друг другу Мира всем И вам поясните Что такое Богооставленность Причина Как избежать Спаси Господи Я сразу дам сноску Ссылку Может быть У админов Спросите Если сами затруднитесь Найти У меня есть Публикация В трех частях Описание всего Духовного пути То есть Ну Я Просто по святым отцам Описал Начало Середину И конец Как человек Двигается Вот с чего Он начинает К чему идет И чем заканчивает До совершенства И там И там Мы рассматриваем Именно Вот Это явление Как Богооставленность Я сразу хочу сказать Что этот термин Он не совсем Корректный На русском языке Он Не соответствует Тому явлению Которое описывает Есть Со временем Благодать Эти действия И действия Скроет Обязательно Никто Мы сразу Мы сразу пойдем Во все Смертные Грехи Тут же Благодать Нас Носит На руках Она Нас Поддерживает Она Нас Хранит Воспитывает Кормит Питает Это Это просто Источник Жизни Без него Мы просто Умрем Сразу Духовно Но она Может скрывать Свои действия Ради Научения Человека Тут надо Очень внимательно Рассматривать Почему Благодать Перестала Действовать Или Это какой-то Грех Который Мы совершили Когда Мы совершаем Грех Осознанно Благодать Обязательно Отходит Она Нас Не покидает Она Скрывает Свои действия Чтобы научить То есть Вот Феофан Затворник Он Очень хорошие Книжки Кстати рекомендую Почитать Очень так Самобытно Излагает Интересно И Ну Многим Может зайти Вот Он говорит Что Есть два Как бы Таких Так скажем Типа Отступления Благодати Богооставленности Это научительное И наказательное За грехи Нас Господь Наказывает Таким образом То есть Он Скрывает Действия Благодати Попускает Нам Опуститься В уныние В какое-то Омрачение Чтобы мы Поняли Как плохо Жить в грехе Как плохо Жить без Бога Как плохо Без благодати Чтобы мы Сами Приняли решение Обратиться Обратно К Богу Вот А научительное Отступление Благодати Это Когда Господь Нас Хочет Научить Смирению Он Нас Ведет Вот Таким Путем Он Очищает Наше Произволение Нашу Мотивацию Потому Что Если Вот Нас Оставить В этом Состоянии Новоначальном Когда Мы К Богу Только Пришли От Грехов И Нам Вот Эти Коврижки С неба Посыпались Прям Как Из рога Изобилия Утешение Если Их Оставить Навсегда То Мы Не научимся Самому Главному Мы Не научимся Бескорыстию Мы Не научимся Любить Бога Бесстрастно Бескорыстно Не за что-то Как Как Наемники Вот Дашь Надашь Ты мне конфетку Я тебе Господи Потружусь Заповедь Какую-то Исполним Страсть Какую-то Отсеку Вот А здесь На сухую Когда Ради любви Божией Просто ради Бога Когда мы Чисто трудимся И вообще Забываем уже Про эти утешения Какие они Как они действовали Когда-то это было Но это столько Времени уже прошло И уже Вера теряется Что эти утешения Нам возвратятся От благодати А мы продолжаем Работать Богу Трудиться ради Него И жить Делать добро Просто ради добра А не ради утешения И награды за Него Вот здесь Начинается Становление души Здесь мы Взрослеем духовно Здесь мы Получаем духовное Рассуждение Научаемся И святые отцы Сравнивают Вот этот путь Души Когда Благодать Скрывает Свои утешительные Действия А Святые отцы Сравнивают С шествием По пустыне Моисея Со своим народом В землю Обетованную И когда Хорошенько Нас благодать Научит Когда она Нас Научит Понимать Что от Бога Что от нас И как хорошо Быть с Богом Как хорошо Быть Вот С Богом На фаворе Хорошо нам Здесь быть Господи Вот И как плохо Без него И когда Это у нас Уже пропишется На подкорке Понимаете Уже Изменится Весь внутренний Человек И сердце Изболится И от этой боли И страдания Очистятся От этой самости Вот От гордыни От себя любия От того Чтобы От желания Чтобы все Служило нам Чтобы все Ради нас Было В том числе И духовное Тоже Вот Я Я Я Вот Когда это Я умолится В этом шествии По пустыне Страстей Борьбы Со страстями Вот Тогда Благодать Начнет Возвращаться И это Уже Не будет Нам Опасно Потому что На первом Этапе Духовной жизни Когда мы Только к Богу Обратились Нас Господь Призвал Этой благодатью Потому что Мы В том состоянии В котором Находились Греховным Мы бы никогда От греха Не отстали Вот к сожалению Такая наша природа Не пошли бы мы Просто Вот Ради голой идеи Просто ради Голой идеи Какой-то Чей-то проповеди Мы Богу бы не Обратились От греха Но когда Господь Вместе Со словом Своим В сердце Дал вот эту Раслу благодать Утешительную В каком-то Проявлении Радости Мира Ну Чего угодно Я бы Выше Перечислил Вот Мы Мы бы Бога Не обратились Но В этом состоянии Мы не можем Остаться Потому что Мы останемся Младенцами Духовными Понимаете Поэтому Надо это Просто Очень ясно Хорошо Понимать Осознавать Не смущаться Сухости Которую Может быть Вы испытываете Вот И работать Стараться Учиться Работать Богу Как Не как Наемники Понимаете А бескорыстно Бесстрастно Вот Бог за нас Кровь пролила Распялся На кресте Узлюбил Нас Ни за что Он В нас Нужды Вообще Никакой Не имел Понимаете И мы Должны Ответить Тем же Мы Должны Стать Богоподобными Именно В этой Свободе И любви И бескорыстной Это цель Это К этому Нас Ведет Благодать Всеми Способами Какие Только Может Найти Для каждого Лично Вот И Но Для всех Абсолютно Для всех Без исключения Вот этот Путь По пустыне Он Неминуем Никто Этого Обойти Не может Этот крест Придется Понести Всем Вот Надеюсь Ответил Татьяна Спрашиваете Как Молиться За Родных Если Отпали От Веры И Сильно Искушаем Сейчас Верность Верь Видимо Как Сестра Родная Моя Помочь Очень Сильные Ссоры Между Родными И Нетерпение Друг Друг Слушайте Всем Отвечаю Всегда Вот Когда Меня Спрашивают Как Молиться Это Самый Простой Вопрос Или Еще Такой Вопрос Самый Распространенный Это Какие Молитвы Читать Друзья Молитесь От Сердца Молитесь Своими Словами Вот Вы Уже Описали Вот То Что Вы Мне Описали Скажите Это Богу Вашей Молитве Это Ж Очень Просто Обращайтесь К Богу В сердце С верой Что Вы В Боге Находитесь И Бог Во Все И Он Слышит Не Только Каждое Ваше Слово И Мысль А Даже До Того Как Вы Успели Что Помыслить Или Сказать Он Уже Здесь Он Нас Предваряет При Каждом Действии Вот Сначала Осознайте Это И Потом Просто Все Ему Изливайте В Молитве Это Самая Лучшая Молитва От Сердца Она Будет Не Рассеяна Она Будет Чистая Молитвы По Молитвослову Хороши Вот Их Святые Отцы Написали Для Научения Для Того Чтобы Показать Вообще Как Тварь Должна Стоять Перед Творцом То Эти Молитвы Обучительные Но Надо Ити Дальше Не Надо На Этому Останавливаться И Воспринимать Молитвы Вообще Как Какие-то Каббалистические Какие-то Заклинательные Формулы Которые Прочитав Определенное Сочетание Звуков Слов И Символов Вот Вдруг Магическим Образом Что-то Сработает Это Не Так Работает Это Молитва Это Живая Беседа Это Сердце К Сердцу Это Живая Беседа Человека Со своим Творцом Твари Со своим Творцом Поэтому Я это Постоянно Повторяю Но Так как Люди Приходят Постоянно Новые Мне приходится Все время Очень много Повторять Одни и те же Вещи Истинно Прописные Поэтому Кто меня Давно Слушает Немножко Терпения Наберитесь Кто это Уже Может быть Десять раз От меня Слышал Будут Приходить Люди Постоянно С Одинаковыми Вопросами Потому что У нас Одна природа Мы проходим По сути Один и тот же Путь Есть Исключения Вот Бывают Индивидуальности Такие очень редкие Неповторимые Но В большинстве Своем У людей Одни и те же Вопросы Одни и те же Проблемы Вот И мы Будем С Божьей помощью Их Освещать Здравствуйте И вот Даже не дочитал Вопрос Он сразу стал Озвучивать Самому Интересно Что можно Ответить Сторонникам Теории Эволюции Дарвина О происхождении Человека Почему Сохранились Скелеты Древних Людей Получается Что они Как и Мощи Нетлена Здесь Как бы Два Вопроса Сразу По первому Сразу Скажу По теории Дарвина Скажите Что Сторонники Теории Дарвина Очень сильно Отстали От Мировой Науки Эта теория Уже Опровергнута Я сейчас Не буду Углубляться Там Погуглить Или у кого-то Каких-то Образованных Людей Спросите Вот У меня Админ Уже Кричать Прямо Начинает Потому что Она Биолог По образованию Промежуточное Звено Так и Не Нашли Теория Дарвина Она Очень Красиво Написана Но Она Ее Так Не Смогли Доказать Вот Поэтому Она Вообще Не Актуальна Сейчас Теория Дарвина И Почему Обезьяны В Людей Не Превращаются Второй Вопрос Скелета Древних Людей Что Они Нетленны Ну Тут Разные Могут Быть Каких Людей Насколько Древних Потом Нетление Мощи Оно Заключается Не В том Что Они Просто Сохранились Эти Мощи А в том Что Они Мироточат Что Они Благоухают Что Они Дают Исцеление Понимаете Конечно Зависит От Условий Грубо Выражаясь Хранения То есть В сухом Месте Там Допустим Кость Человека Кальция Да Это же Кальция Соединение Кальция Оно Дольше Продерживается Но все равно Постепенно Будет Разлагаться Будет Рассыпаться Будут Видны Следы Разложения Распада В святых Мощах Этого Нету Они Вообще Вот У них Другой Цвет И Самое Главное Вот Это Чудотворение Благоухание Мироточение Объяснить Это Невозможно Я Не знаю Как Ученые К этому Подходят Мне кажется До сих пор Не было Серьезных Исследований В научном Мире Проведено Над Такими Чудесными Явлениями Как Например Сошествие Благодатного Огня Каждый год Две Тысячи лет Происходит Вот это Фантастическое Просто Нереальное Событие Сошествие Святого Огня На Пасху На православную Пасху Там же Служат И католики Служат И армяне Ну Никак Не объясняется Объясните Мы Верующие люди Это объясняем Просто Бытием Божиим Там Где Является Бог Побеждается Сества Чин Вот Все Говорят Законы Законы Физические Законы На самом-то деле Ведь Все эти физические законы Это просто то Что человек Смог пронаблюдать Это какой-то пазл Небольшой В мироздании Который ему удалось Ухватить Зафиксировать Ну И экспериментально Доказать Там Как это Матушка Поскажи Как в науке Это делается Экспериментальным Путем То есть Имбирическим путем Наука Это Это повторение Опыта Разные люди Должны Несколько раз Повторить Один и тот же опыт Чтобы Могли утверждать Что теория доказана Что какой-то закон Существует Но Закон Это сотворил Законодатель И он как их сотворил Он так их может И поменять Как угодно Это в его власти И поэтому Вот это вот выражение Церковное Церковное Духовное Где является Бог Побеждается Естествачим Оно прям Такую глубину Имеет Невероятную Но это Действительно так Вот Админ Биолог С высшим образованием Со мной согласны Благодарю Вот Поэтому Ну Так вы скажите Своим знакомым Попробуйте Объяснить А сейчас еще Квантовая Квантовая физика Развивается Сейчас Сейчас вообще Вот Сейчас идет Такая эпоха Когда Все фундаментальные Законы физики Которые доказаны Были Ну вообще В мироздании То есть Теория Относительности Эйнштейна Самые основные Вообще Законы Фундаментальные Вообще На чем Зиждеса Объяснение Реальности Наукой То есть Закона Ньютона То есть Понятие Времени Гравитации Пространства Скорости И так далее Они сейчас Все опровергаются То есть Наука Сама себя Как бы Я думаю Что наука Постепенно Она придет К тому Вот своим путем Каким-то Вот таким Вот окольным Она придет К тому Что Она смирится Просто И Признает Бытие Божие Что действительно Ну Не дается Мозгу Человеку Ум человека Не может Постичься Тайна бытия Не может Он Вот Это мироздание Объяснить Логически Ну Никак Просто Никак Рождаются Одни теории Доказываются Потом Проходит Время Сейчас Вот Полетел Полетел Телескоп Какой-то Новый телескоп Выпустили В космос На орбиту И Последние Исследования Его Опровергли Прям Прям Математически Опровергли Теорию Большого Взрыва Как Вселенная Возникла Из одной Точки Значит Зарвалась 13 миллиардов 800 миллионов Лет назад Стала Разлетаться У них Там Очень Красиво Все было Нарисовано Они Имбирическим Путем Доказали Действительно Как Вот В наблюдаемой Вселенной Как Как Все это Создано Как Вернее С какого-то Момента Как Это Началось И Дальше Распространялось И как Вот это Все Работает То есть Распространяется Вселенная Разлетается По этой Теории Как Звезды Образовались Планеты И так Далее Все Все Был Очень Красиво И Это Даже Математически Подтвердили То есть Там Учитывая Скорость Света Массу Смещение Спектра Светового В зависимости От удаления Объекта От Наблюдателя То есть У них Все там Складывалось Красиво Прям Ну Прям Замечательно И Много Десятков Лет А сейчас Вдруг Нашли Четыре Галактики Которых Просто По этой Теории С этих Галактик Там Около Тринадцати Миллиардов Лет И они Находятся В такой Точке Вселенной Где Они Быть Не Могут То есть Ну По теории Этого Большого Взрыва Понимаете И сейчас Прям Целая Революция Идет В научном Мире Мне прислали Ссылки Я просто Немножко Этим Интересуюсь Мне Очень Любопытно Как Научный Мир Отвергающий Бытие Божие Как Он Все Так Неминуемо Придет К познанию Своей Немощи Смириться И Получит Откровение Уже О реальности И о жизни От самого Бога Сейчас Они Пересчитывают Данные То есть Самые Вот такие Ярые Фундаменталисты Физики В научном Мире Именно Такие Признанные Величины В научном Мире Они Говорят Что Может быть Вычисления Были неправильно Произведены Они Сейчас Пересчитывают Но Что-то Внутри Мне Говорят Что Подтвердятся Вычисления И придется Им Перейти К теориям Квантовой Физики Где Вообще Там Такие Теории Ну Совершенно Невероятное Происхождение То есть Даже не Происхождение А вообще О том Как мир Устроен Немножко Отвлекся Простите Не знаю Интересна Вам Эта тема Или нет Но Я пытался На вопрос Ответить Просто Это К тому Вопрос Который Прозвучал Как Как этим людям Объяснять Сторонникам Теории Дарвина И вообще Сторонникам Каких-то Теорий О мире О реальности Вообще О мироздании Вот старайтесь В этом ключе Им говорить Насколько Все это Условно И относительно В науке Когда наука Описывает Этот мир Насколько Это Несовершенно А когда Ты читаешь Святых Отцов И Евангелие И живешь Поэтому То у тебя Действительно Начинает Появляться Видение Вот этого мира Мироздания Которое Ты не можешь Доказать Какими-то терминами Вот именно Там математическими Выкладками Как в научном мире Ты не сможешь Доказать Но сердце твое Говорит Что ты на правильном пути Вот действительно Истина Тебе сам Бог Открывает То что Тебе Как сущности Как вот Духовно-отварному Существу Можно постичь В этом мироздании В этой жизни Вообще В этом творении Божьем Вот Это созерцание Знаю, что Господь Я не читал Эти молитвы Но Сама постановка Вопроса Что вот Читай всю жизнь Вот тебе условия Ставят такое жесткое Читай всю жизнь И вот тогда Точно все простится Это не так работает Мы сейчас говорили О молитве Чуть выше Что самая лучшая Молитва Это от сердца Знаете У Пимена Великого Спросили Один кто-то Из отцов Из учеников По-моему Спросила Если ты совершил грех Достаточно ли каяться Трех дней Вот каяться Три дня Достаточно ли этого И Пимен ответил Это много Сказал Хорошо Тогда один день И это много Ну тогда Три часа Каяться Сказал И это жестоко Так а сколько тогда Он сказал Достаточно одного Искреннего воздыхания К Богу Чтобы Бог тебя простил И помиловал Дело не во времени Сколько вы молитесь Или каетесь А в искренности Вашего сердца Грех прощается Мгновенно С покаянием Вот Единственное Если это смертный грех То необходимо Еще исповедь И прочтение Священникам Разрешительной молитвы Чтобы вас Присоединили К телу Христову То есть к церкви Потому что Смертный грех Он вас Отторгает Как члена церкви Он вас отторгает От тела И Духовный закон Так Господь Учредил Чтобы обратно К этому телу Примкнуть Необходима Молитва Священников Саня Вот Прощается грех Прощается грех Искренним покаянием Вот Другое дело Что к этому покаянию Не каждый может Мгновенно прийти Кто-то может быть Вот прям Действительно Это просто Действие благодати Такое будет И человек прям Внутренне у него Будет озарение Внутреннее сокрушение Такое Полное И сердце Подскажет Что покаяние Искреннее Кому-то К искренности Надо идти И может быть Да Какой-то Промежуток Времени Это не сразу Может происходить Это очень индивидуально По-разному Но Я хотел Объяснить Сам принцип Понимаете Вот этих Духовных законов Нету Каких-то Жестких Формул Алгоритмов Соблюдая которые Вы получите Гарантированный Результат В духовной жизни Не так Вообще Не так Вот это Все время Пытаюсь Донести Это живая Жизнь Жизнь Это жизнь А не Схемы Формулы И алгоритмы Надеюсь Понятно Объясняю Очень надеюсь Что Вы меня Понимаете Здравствуйте Дорогой отец Как можно подать имена На молебен Если меня Заблокировали В чате Можно ли писать Нерешенных Я не понимаю Что такое Писать нерешенных Какими реквизитами Перечислять пожертвования Если Пишите мне в личку Слушайте Пишите в личку И все решим Вот Не всем полезно Находиться в чате В общем Потому что Разные люди Знаете Вот я удивляюсь Некоторые Заходят в чат В наш И Выходят с таким Смущением Типа Я не понимаю Что там О чем там вообще Говорят Говорят не о духовном Там еще что-то Еще что-то Какие-то Начинают претензии Выставлять Я удивляюсь Насколько люди Как будто Как бы Оторваны От реальной жизни Ведь Мы в жизни Тоже не со всеми Людьми общаемся Понимаете Все люди Разные И мы всегда Собираемся По интересам По устроению Это не значит Что мы исключаем Из жизни Другого человека Просто Ну вот так Сложилось Что вот у нас Особый характер Особый менталитет Особый уровень Интеллектуальный Духовный И так далее Мы собираемся Вот этими Какими-то Сообществами Группами Это то Что святые отцы Называют Единомысленные Братья Вот когда В монастыре Допустим Общежительном Открывают скит То Скит Это Как вам объяснить Ну это как монастырь Только там Живут по более Строгому уставу И Живет Очень ограниченное Количество Братьев Монахов Или монахин То есть Два-три Там Ну пять Максимум Для большей Концентрации Больше уединения Для большего внимания Потому что Где много людей Там больше рассеянности Вот И игумен Если он опытный Или старец Он собирает людей Туда В этот скит Единомысленных Самых-самых Близких Именно вот Насколько это возможно В духовном плане Потому что Иначе Они просто не смогут Жить Вот в замкнутом Пространстве Годами Может быть Всю жизнь Десятки лет Жить Когда Ну разные люди Понимаете Разные Это называется Устроение души Человека Вот И так же В чате Вам не понравилось Что-то Это не ваше Ну просто Со смирением Отойдите Не надо Людей унижать Оскорблять Не надо Возмущаться Найдите свое Помолитесь Господь вам даст Близких людей Единомысленных С которыми Вам будет приятно Общаться Вот Поэтому Не удивляйтесь Если вас там Заблокировали Потому что Все делается Ради общей пользы Когда вы в чате Начинаете Производить Общее смущение То вас удалят И я считаю Это правильно Я это поддерживаю Вот Это не значит Что я с вами Лично Прерву Общение Пишите мне Лично И мы с вами Все обсудим Вот Но в сообществе Людей Действительно Надо Понимать Что существуют Какие-то правила Определенные Рамки В которые Мы должны Вписываться Вот Ответил Сразу Всем Давно Хотел об этом Сказать Даже отдельную Публикацию Сделать Но думаю Что достаточно И пожалуйста Любите И Относитесь Нисходительно К отменам Они проводят Грандиозную работу Труднее всего В жизни Это работать С людьми Абсолютно Бескорыстно Просто Из любви К Богу Люди Люди Тратят Своё личное Время Для Для того Чтобы сделать Что-то хорошее Потому что Я бы сам Конечно Справиться Не мог бы Вообще У меня Просто У меня Очень много Других задач Я не мог бы Контролировать Чат А без обмена Чат Не может Существовать У меня Три обмена И то Они Тяжело Бывает Бывает Тяжело Судни Поверьте Поэтому Молитесь За них И любите Их Да Добрый день Отченька Можно ли Время Внутренние Вечерние Молитвы Заменить На Время Иисусова Молитва Да Конечно У нас Благословляется Если чувствуете Что идет Вот Прямо Хорошо Идет То Вставляйте Вообще Не смущаясь Любые Молитвы Каноны Чего угодно Правило Вы просто Одну Иисусова Молитву Творите Феофан Затворник Это Совет Если Мое слово Не авторитет Я Как бы Не от себя Говорю Это Опыт Отцов Церкви Святых Отцов На Афоне Это Часто Другое Другое Дело Что Надо Внимательно Следить Не лень Лето Бывает Что Просто Нам Кажется Что Проще Молиться Иисусовой Молитвой А это Очень Большая Иллюзия Иисусовой Молитвой Молиться Тяжелее На самом деле Если Не Содействует Благодать Очень Тяжело Удерживать Ум Вот В этом Распинать Его На этом Кресте Иисусовой Молитвой Внимание Потому Что Ум Привык Метаться Везде Ему Нужна Пища Ему Нужны Разнообразия Ему Нужны Как Сказать Он Привык Жить Рассеянно А заключать Его Вот В эти Слова Молитвы Пятисловные Бездействует Благодать Это Мучительно Это Очень Спасительно Это Очень Полезно Это Очищает Ум Невероятно Утесняет Сердце Научает Внимание Но Поверьте Это 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 Тяжкий Труд И Уму Гораздо Проще Читать Молитвы Молитвословия Чем Молитвы Иисусу Молитвы Поэтому Будьте Внимательны По какой Причине Вы хотите Перейти На Иисусу Молитву Если Чувствуете Что Действительно Пошло Слава Богу Молитвословия Прям Рад За Вас Но Если Это Полене Вам Просто Лень Читать Вычитывать Какие Молитвословия Определенные И Вы Хотите Вот Так Немножко Свилонить Это Я На Себе Ловил Постоянно Точно Такое Распространенное Явление Будьте Внимательны Не Ведитесь На Поводу Страстей Своих Тонких Анна Дорогая Вот Вопрос Как правильно Поступить Если Дочь Хочет Получить Наследство При моей Жизни Дело Касается Квартир И так Далее Я даже Не буду До конца Читать Дорогие Простите Меня Я Бытовые Вопросы Не могу Рассматривать На все Вот эти Вопросы Как поступить В бытовой Жизни Где-то В быту Я даю Один ответ Руководствуйтесь Целесообразностью Сами Я не могу Все это Разруливать У меня Голова Просто Взорвется Понимаете Это надо Входить Во все Подробности Нюансы Вашей жизни Обстоятельств Как там Что Откуда Я не про Это Я про Духовную жизнь Я про борьбу Со страстями Про Жизнь По заповедям Про действия Благодати И так далее Вот Поэтому Не обижайтесь Я Я не отвечаю На такие вопросы Да Хороший вопрос Сейчас прочитаю Всем привет Из Берлина Говорится Господь не дает Искушение Выше наших сил Значит При любом искушении Изначально Заложена программа В кавычках Заложена программа Наши победы Над ним Что нам по силам Его преодолеть Это вопрос Смотрите Действительно Искушение Выше сил Господь не посылает Но никакую программу Нам не закладывают Программа Подразумевает Отсутствие Свободы воли Вот Господь знает Наперед Как мы поступим Но это не предопределение Это предвидение Это разные вещи совершенно Это очень простая вещь Но многие на этом Почему-то притыкаются Говорят Если Господь уже все знает Значит все предопределено Ничего не предопределено Просто Господь По всемогуществу Так как Это Он вне времени Находится Он знает С чего Куда Как И почему Но это не значит Что на этом протяжении Ваша воля Не будет действовать Он ее просто предвидит Он ее не предопределяет Определяете вы Как вы поступите На каждый момент времени Вы формируете Свою реальность Вы делаете Свою жизнь Понимаете Естественно В соработничестве С Богом То есть Синергия С помощью благодати Но без ваших действий Без Без ваших действий Ничего не будет Благодать не будет действовать И без благодати Ничего бы не было Вот это тяжелее всего усвоить Это мы всю жизнь этому учимся Потому что Как только у нас что-то получается Мы сразу забываем Что Содействовала эта благодать Она Начало и конец Альфа и Омега Мы сразу приписываем себе Думаем Что это мы сделали На самом деле Сделали мы И благодать Вместе с благодатью Правильнее сказать Сделала благодать С помощью нас Так Точнее будет Вот Но никакой программы нет Просто Господь посылает Искушения Для того Чтобы мы стали искусными Для того Чтобы нас чему-то научить От чего-то очистить От какой-то страсти Чтобы простился Какой-то грех И каким-то другим Может быть причинам Недоведомым нас И никогда Это искушение Действительно Выше силы не будет Если мы Пойдем под искушением Господь это тоже Предвидел Это тоже нам На пользу Это может быть Для нашего смирения Может быть Чтобы мы познали Свою немощь Где-то зародилась Гордынька Мы Немножко Нас занесло Где-то Вот Господь пошлет Это искушение Которое мы Не сможем преодолеть Но Понимаете Здесь нельзя Рассматривать Искушение Вот в отдельности От всей картины Надо смотреть На всю картину Нашей жизни Как бы в целостности От начала до конца Вот от нашего рождения До нашей смерти И до Вот Ну Водворения в вечности И В этом ракурсе То есть С этой точки зрения Искушений Выше сил Не бывает Другое дело Что мы можем Просто уйти Мы можем Отвернуться от Бога И сказать Да У меня вообще А я не хочу Вот Да Такая У нас возможность Есть Есть свобода В этом Наше богоподобие Но я надеюсь Мы так делать Не будем Потому что Результат Очень потом Разочарует Я уверен В этом На выходе Мы очень пожалеем Если мы отвернемся Давайте каждый Возьмем свой крест И пойдем за Богом Как бы тяжело Не казалось В какой-то момент Времени Потом Преодолеваешь Искушения Проходит время И ты видишь Как Господь Тебя на руках Нес просто А ты просто Молодушевал На тот момент Повелся Вот этим Лукавством Ума Которым я вначале Говорил Который тебе Представлял Просто вот этих Исполинов Каких-то Нерешимых задач Срастей Вообще Невозможно Преодолимых Вот А с Божьей помощью Преодолел Встрекаясь Вставая Проходит время У тебя другие Искушения Которые кажутся Еще Ну вообще Просто Непроходимый лес Но ты оборачиваешься Назад А как же Те-то преодолелись А как же Они-то прошли И начинаешь Словословить Бога Вот это уже Опытность Это уже Рассуждение И ты уже Начинаешь Спокойно встречать Любое искушение Которое к тебе приходит Но каждое Следующее Искушение Будет Тяжелее Прошлого Это так Иначе не будет Научения То есть каждый раз Мы будем кряхтеть Проседать там где-то Падать Вставать Наклоняться И так далее Это наш путь Просто со временем Знаете Придет радость Спокойная такая Умиротворение Ты Легче не становишься Вот поверьте Легче не становишься Но Как бы сознание Видение Вот это ведение Духовного пути Оно настолько тебя Изменяет Твое внутреннее Само отношение К происходящему Что можешь сказать Что действительно Стало легко Можно сказать Вот в целом Если рассматривать Я не знаю Я сейчас ясно Вообще выражаюсь Потому что мы сейчас Касаемся Таких очень ментальных вещей Как бы тонких И высоких Что может быть Так как у меня Нету обратной связи Я не вижу ваши лица Ваша реакция Отмена Отмена Если Может быть я не очень ясно Выражаюсь Скажите мне Где-то Может быть Надо меня подправить Немножко Скорректировать Все хорошо Ну слава богу Вот Немножко тяжело Общаться целый час С людьми Вот как бы Вопросы Я чувствую вас Вопросы приходят Но сложность в том Что когда ты человека Не видишь Все-таки в личном общении Или хотя бы Даже пускай в переписке Но когда приходит ответ Или Ты отвечаешь на вопрос Если Если в личной переписке Ты вот прям Прям точечно Можешь Указывать на какие-то вещи Потому что Ты видишь обратную связь Ты что-то сказал Человек тебе ответил И идет вот это вот То самое взаимодействие Духовное То конечно в эфире Это немножко сложнее Поэтому Ну будем это учитывать Просто у нас нет Других инструментов пока Для общения Поэтому как есть Так и есть Вот Админы пишут Не хочется завершать эфир Ну Да Есть такое Но стоятцы говорили Если Не помню как На церковнославянском Переведу Сам на русском Если я обрел мед То ешь умеренно Чтобы не изблевать Ну это уже на Церковнославянском Выражении Вот Все хорошо в меру Не надо до присыщения Доходить ни в чем И молитву И молитву Тоже надо молиться Не до Полного Изнеможения Когда Как бы ты Ну истощаешь себя полностью До нуля Вот Нужно Молиться Столько Чтобы потом Еще захотелось Помолиться А не так Чтобы раз Помолился И потом Все Вообще Не хочешь К аналогу Подойти Или в храм Зайти Все Все в меру Мы уже сейчас Общаемся Так Что-то сейчас Начинаю читать Добрые пожелания Одни Не вижу вопросов Скажите пожалуйста Как вы относитесь К другим религиям Можно ли медитировать Без мантры Или лучше Совсем Этим не заниматься Я думаю Лучше не заниматься Я Я никогда Ни медитацией Не занимался Знаете И Ну я Посчитывал Да До христианства У меня там Была эзотерика Ш Ш Эзотерика Вот Читал я Карлос Кастанеда Читал там Разные вещи То есть у меня там Все подряд было И фантастику Как бы Научную И Но Я во-первых Не углублялся То есть у меня не было Погружения Не было практики Чисто просто Ну из любопытства Все подряд Читал все что есть Поэтому я не могу Скать ничего про медитацию Но думаю Что это Ничего общего с молитвой Не имеет Я не знаю Что такое мантра Вот Как я отношусь К другим религиям Никак Я Нахожусь там Куда меня поставил Господь То есть Я бы Я бы никогда Не взялся бы Кого-то критиковать Или там Спорить Множить на ноль Я не знаю Каждого Господь ведет Своим путем Вот Но мне Господь дал Откровение Себя И благодать В лоне Православной церкви И поэтому Меня больше Ничего не интересует Какие-то другие Учения Какие-то Практики Ну Бог с ними Господь Да Просветит Всех Мне Зачем Это Если ко мне Придет человек С другой конфессией Там Или Как это сказать С какой-то Практикой И Начнет Входить в диспут Я уклонюсь Я не буду спорить Если он меня будет Пытаться в чем-то Убедить Я не буду пытаться Его переубедить Я уклонюсь просто Да будет с тобой Мир Брат Да помилуй тебя Бог Вот прям как Ну Просто хочется Обнять Рассыловать Ну каждый по-своему К Богу идет Дай Бог тебе всего хорошего Если человек Будет спрашивать И искренне интересоваться А что у тебя Почему вот у нас так У нас так Можно полемизировать То есть Дискутировать То есть можно объяснить Вот у нас вот так Как у тебя Я не знаю Как Ну у нас вот так Тебе интересно Давай посмотрим Давай попробуем Вдруг заработает Вот У меня работает И я ничего другого не хочу Я чувствую Полноту Просто насыщение Вот именно меня Это насыщает Меня это действительно Я чувствую Это источник жизни Ну утверждать Что там Кто-то в рай пойдет Кто-то в ад пойдет Вот здесь вот Ну Не знаю У меня прям Все внутри Внутри все сжимается Я прям Я прям не могу Вот когда мне начинают Говорить Что Все протестанты Будут гореть в аду Помните Как Силон Афонскому Подошел Этот Какой-то монах Аскет Глядя ему в глаза Вот эту фразу Сказал И Силон Афонский На него посмотрел И сказал Такое ощущение было Что Ему прям удовольствие Доставляет мысль Что все протестанты Будут в аду гореть Ну с болью в сердце Сказал И он же ему Как бы Ну что он ему ответил Он ему ответил Что я не знаю Но мне кажется Что любовь Божия Это не понесет Не потерпит Вот Сложный вопрос Действительно сложный Что-то еще хотел По этому поводу сказать Мысль ушла Ну ладно Бог с ним В общем Вот так вот Ответил А да Хотел привести Цитату Цитату Феофана Затворника Когда у него спросили Про католиков Вот в его время Это очень актуальный Вопрос был в России Это был Был синодальный период В РПС Очень сложный И Ну действительно Упадок был Очень большой Духовной жизни И у него спросили Спасутся ли католики Помните Что он ответил Не знаю Спасутся ли католики Но если я уйду Из православия Я точно погибну Вот Самый Лучший ответ Который я слышал На такой вопрос Друзья Ну будем закругляться Прилетел Как одна минута Прямо сейчас Давно не общались Дорогие Ну Невозможно Невозможно Все вопросы Осветить Даже не то Что осветить Ответить А даже Просчитать Ну просто Бесконечная Бегущая строка Вот Давайте Смиряться Просто Ну как Господь Дает Вот Что можем Что можем Делаем Пишите Пишите в личку Пока есть силы Пока есть здоровье Пока есть возможность Двадцать четыре часа И возможности Раз в неделю Проводить Прямые эфиры Пока Пока есть нужда У вас Пока вам хочется Общаться Со мной Слушать Вот Будем общаться На этой неделе Отправлю Понедельник Вторник Планирую Отправить сертификаты Про которые Говорил Ничего не изменилось Все Все по прежнему Вот Будем в общении Прошу молитв Дорогие Прошу молитв Всех люблю Всех обнимаю С Богом